Большие деньги. Хорошо или плохо? Ну, вроде бы, всё очевидно. Кто же откажется от больших денег? Кто в детстве не мечтал, был бы у меня миллион, я бы так зажёг со страшной силой. Ну, вообще, это возможности, это свобода, это просто сразу мужчины становятся симпатичнее, как они становятся побогаче, понимаете? Девушки как посвободнее становятся, как они побогаче. Ну, хорошо, надо брать, понимаете? Берём большие деньги. Но давайте теперь посмотрим на это дело с другой стороны. Ну, большие деньги – это что такое? Деньги же, они имеют тяжесть, они давят, с ними надо что-то делать, их нужно спасать от инфляции, их нужно спасать от всяких разных скачков на бирже, потому что вы же не будете их просто в кармане держать, деньги банки лопаются, что-то в ступе, понимаете? И ты начинаешь, у тебя есть эта тяжесть, эта ценность, которые надо охранять, потом все на неё покушаются, если кто-то ходит там с деньгами, это же сразу любопытно для большого количества не самых, так сказать, деликатных личностей. Ну, они внешне, может, и деликатные, а так-то сукины дети, понимаете? И вот дальше возникает конструкция, что вроде бы человек с деньгами становится всё более и более уязвимым. Вы посмотрите, сколько у богатых людей, охраны, сигнализации, чёрта в ступе. Это же жизнь просто буквально в каком-то этом... как в триллере, понимаете, от всего защищаться. Чё хорошего в больших деньгах-то, а? Вот вопрос. Давайте обсудим в комментариях большие деньги. Хорошо или плохо?